Здесь вот горки, игровые горки, они у нас будут находиться только в группах раннего возраста. Расставить мебель и проконтролировать отделочные работы. Наталья Гусева, заведующая, готовится к открытию детского сада. Волнительно, но все выполнимо. Стоимость строительства этого современного детского сада на улице Папанина 200 миллионов рублей. Работы будут завершены в сентябре. 21 числа мы его предъявляем государственной строительной инспекции для уже ввода его в эксплуатацию. А уже в октябре сюда отправятся 330 детей от полутора до семи лет. Заниматься с ними будут 36 воспитателей и 45 педагогов. По стандартам у каждой группы в детском саду должен быть вот такой навес и ряд архитектурных форм. Иными словами, место для прогулки. Таких площадок у этого детского сада 18. Впереди их озеленение. Мы ожидаем еще в воскресенье прибытие еще одной машины с архитектурными формами. Для безопасности камеры наблюдения не только снаружи, но и внутри. Практически готовыми помещениями представители мэрии остались довольны. Бюджет детского сада состоит пропорционально из областных, федеральных и городских денег. Наших денег 5%. Все остальное – федерация и область. Вот на таких примерах это как раз взаимодействие всех ветвей власти помогает и строить такие объекты. Алексей Малютин отметил, воспитанниками этого детского сада могут стать малыши со всего города. Не только из-за Волжского района. Юрий Соболев, Сергей Мазилов. День в событиях.